Спасибо еще раз. Я, правда, даже стеснялась выступать в режиме «труглого стола», в том, что я, как я говорил, неравно сказал, являюсь простимым историком в периодах. И это обсуждаются очень даже теоретические вопросы. Но, честно говоря, мне предлагалось просто добавиться несколько слов о том, какая ситуация у нас в стране, то есть такое место занимает философских споров у нас. И поскольку довольно важное место как раз в этой дискуссии итальянской занимает как раз струбинская философия, я все-таки могу сказать. То есть, наверное, самый известный философ, который не раз тоже о нем говорился здесь, это Джанни Вартамо. Это уже несколько лет назад он стал таким известным. И в его философии есть, конечно, определенные специфики антологической дискуссии. Он поставил антологию на почку совсем другую, вроде бы в течение постмодернизма, и уже начинал развивать свои выводы из Хайдегера и его чтения. А недавно, ну, скажем, лет 10 тому назад, может быть, в 12, поручился сильный ростный переворот. Начинался новое изменение и именно к отношению антологии. В смысле, что другое поколение, даже на самом деле другое поколение, есть один из самых явных представителей этого нового течения, это как раз Моллица Феррарис, который является учеником в Афганде. И у них были очень сильные, притом лишние стопы, не знаю, этого. И вот Моллица Феррариса начинал новую антологию, более тесно связанную с аналитической дискуссией. Это, как вы знаете, идет постоянно бомба между континентами и аналитической дискуссии. И можно сказать, что это ближе к антологии, как этим занимаются американцы. Ну, Джон Сорн, самый, наверное, главный такой пример. И, ну, так и получилось, что новая волна, новое течение наставит на то, что все-таки надо, как сказать, начинать снова заниматься коренными вопросами. То есть не просто, что такое интерпретации, и что вообще все в мире является интерпретацией, но с фактом, с реальностей. Посчитать, что такое реальность, и так начинать снова этим заниматься. Как это делается? Это делается, в основном, все-таки не в плане общей, как бы, концепции, чисто теоретически характере. В основном они этим занимаются в русле региональной антологии. Один философ берет одну проблему и начинает этим заниматься. Это определенная проблема. Ну, не знаю, какой трагический статус изображений искусств, литературных персонажей. Лаура сам показывала, какие там вопросы можно ставить. Как раз на образы. И одной из этих маленьких перестков, то, что я могу вывести из дискуссий, которые вводились на эти дни, это очень много интересного и очень много разнообразного. То есть, мне кажется, что и здесь, и там, и у нас идет еще как-то процесс определения. Но, может быть, и это как раз философия является реальностью. Чего странного нет в том, что мы постоянно сомневаемся, постоянно снова еще начинаем что-нибудь другого твориться. Это я, историю философии, я это везде и всегда. И я только это вывезу. Ничего постоянного нас всегда, наверное, не дало. Спасибо вам. Спасибо.